Меня зовут Сергеев Сергеевич. Я закончил Институт экономики отраслей бизнеса и администрирования по специальности экономист-менеджер. Мои жизненные увеличения. Я полностью поглощен мотоциклами, частично футболом. В принципе, на этом с точки зрения увлечения все. А зачем вам вообще новости? Вот вы сюда пришли зачем? Это очень интересная сфера для меня, если честно. Мне очень хотелось бы попробовать. Это меня увлекает очень сильно. Но чем вас увлекает, если вас не увлекают новости, а только финансовые рынки? Меня увлекает сама роль в этом. Меня увлекает моя роль, подача. Меня не интересует большинство новостей, которые транслируются, потому что для меня они не представляют никакой информационной ценности. Сама подача, сама роль моя в этой сфере. То есть вы просто хотите быть ведущим? Верно. Ну, ясно. Поехали. Это время новостей на ОТВ. Здравствуйте. В студии Сергеев Сергей. Лихачей накажут. С сегодняшнего дня вступает в силу постановления о штрафах за опасное вождение. По мнению автоинспекторов, это должно дисциплинировать водителей на российских дорогах. Благодарим. Спасибо вам. Интересно было почувствовать себя по ту сторону экрана. Это действительно интересное такое приключение, небольшое для меня, по крайней мере, на сегодня. Я бы хотел вернуться и продолжать, потому что чувствую потенциал для роста. Я чувствую то, что еще не полностью реализовался. Мне есть куда расти. Спасибо большое. Ну, как вы оцениваете, удача или неудача? Я считаю то, что я бы мог, безусловно, выступить лучше, если в процентном соотношении, я думаю, процентов 65, не больше. Все, спасибо большое. Проходите. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь и сразу вашу презентацию ждем. Добрый день. В студии Алина Верес, и я надеюсь, что смогу подарить вам положительный заряд эмоций и отличное настроение. Ну, а теперь несколько интересных фактов из моей биографии. С пяти лет меня манил телеэкран, а именно выпуски новостей. Мне очень хотелось поскорее вырасти и стать похожей на одну из тех тетенек, которые взрослые почему-то так внимательно слушали. Кто это? Однажды спросила я у мамы. Телеведущая. Ответила она. Вы знаете, вы как-то вот достаточно искусственно у вас, а вы можете нас чем-то удивить, вот прям взять и удивить? Прям видно, что вы готовили этот текст, долго тренировались, вы очень хотите нам понравиться, а теперь мы хотим, чтобы вы нас удивили. Удивить? Ну, что-то тоже рассказать о себе? Скажите, пожалуйста, а вот вы в какой раз у нас? Второй. А почему не сдаетесь? Я думаю, что я вообще не сдамся. У меня такой характер. Я обен по знаку зодиака и в год козы родилась. Поэтому пока я не окажусь на телеэкране, я думаю, что я не сдамся. И вот как раз сегодня, сразу после этого кастинга, я спешу на кастинг в РИА Новости в Москве. Знаете, вот вы второй раз приходите, и второй раз меня не оставляет чувство, что телемагазин — это ваш формат, а новости нет? Ну, возможно. Может быть, в телемагазин? А где у нас кастинги проходят на телемагазине? Сейчас закончится этот кастинг, и мы вам подскажем. Хорошо. Впечатления мои очень хорошие. Спасибо ОТВ за гостеприимство. И я, в принципе, была уже на кастинге на 31-м канале, на других каналах. И вот на ОТВ какая-то такая уютная атмосфера. У вас у всех такие искрящиеся добрые глаза. Так что спасибо вам большое. И несмотря на результат, какой он будет, мы еще пока не знаем, я очень довольна опытом. Спасибо. В третий раз планируете приходить со мной кастинг? Да, однозначно. Да? На сколько процентов вы сейчас выложились? Ну, как удачно-неудачно пошел кастинг? Как вы ощущаете? Ну, я сделала все от себя зависящее. А удачно или неудачно, я думаю, что пусть оценивают профессионалы. РИА Новости Москва. Это вы в Москву приедете? Нет, сегодня я буду по скайпу проходить этот кастинг. Из дома радио позвонят мне, и будет кастинг. То есть ради мечты вы готовы даже в будущем, если что, переехать в Москву? Да. Куда смотреть? Вот на которую камеру я вижу. Здравствуйте всем еще раз. Меня зовут Старинчиков Кирилл, мне 24 года. Если честно, у меня нет в этом опыта. Когда девушка мне позвонила и сказала, что нужно ответить на вопрос, зачем вам это нужно, я могу ответить, что всю жизнь я доношу какие-либо мысли до других людей через себя. И хотелось бы попробовать себя в этой сфере переносить, быть транслятором для других людей и переносить те мысли, те новости, которые будут интересны людям. А вам интересны эти новости? Ну, какие-то да, какие-то нет. А какие вы смотрели наши новости? Какие вот из последних наши новости вам понравились? Вот из последних, к сожалению, я честно скажу, телевизор сейчас начал редко смотреть. В силу занятости и в силу большой загруженности. Но вообще в целом, то есть УТВ знаю и очень уважаю этот канал, и поэтому с радостью откликнулся на данное предложение. Нет, а если вы не смотрите телевизор, зачем вам телевизор? Ну, я говорю, что в силу загруженности я не смотрю телевизор. Но когда в силу работы, то есть если вы мне предоставите шанс и возможность, я буду его смотреть не отрываясь, тем более, если я буду еще на экране. Это время новостей на ОТВ. Здравствуйте, в студии Старинщиков Кирилл. Воздушные суда будут курсировать раз в неделю по средам. Полет займет около трех часов. Летать пассажиры будут на комфортабельных Боинках. Извините, пожалуйста, вы кого хороните сейчас? Повеселее. Ну, наверное, да. Давайте еще раз. Ну, очень волнительно было, конечно. То есть первый раз у меня такой подобный опыт. Считая, что справился на процентов 70 от своего потенциала, буду расти в этой области и буду стараться развиваться. А чем вас привлекает эта профессия? Как я уже сказал, я люблю переносить свои мысли другим людям, чтобы они меня понимали. И у меня такое желание распространяется и на телеканал, чтобы переносить свои мысли обширной аудитории. Но опыта у вас вообще нет, да? Опыта именно в этой сфере нет. То есть вы просто проснулись и отправили режим эсэн? Я люблю начинать что-то и пробовать что-то новое всегда. Поэтому всегда готов к любым начинаниям и готов развиваться в любой сфере, которая меня заинтересует. Сейчас, если получится, что вам отказали, вы расстроитесь, пойдете вы еще в какую-то другую область или будете какие-то курсы, может быть, здесь еще? Посмотрим, дальше видно будет. То есть вы не задумывались только? Я стараюсь идти на результат. То есть если мне, допустим, здесь откажут, то я в любом случае буду использовать возможности где-то развиваться, где-то учиться, и в дальнейшем мне это пригодится. Может быть даже не здесь, но тем не менее. А может быть и здесь, кто знает. Удачи, всем спасибо. Спасибо большое. Это время новостей на ОТВ. Здравствуйте. В студии я, Лихолет Кристина. В разрушенные суда будут курсировать раз в неделю по следам. Полет займет около трех часов. Летать пассажиры будут на комфортале, не более. Стоимость билета 6 тысяч рублей. Серега, добавь немного. Болослушные суда. Я не знаю, первые пассажиры. Спасибо большое. А в чем вы, кроме чтения суфлера, видите себя вот в роли ведущей? Кто это еще? Ну вот кроме того, кто может читать суфлер? Думаю, что у вас очень много вакансий других и возможностей. Не-не-не, погодите, вас утвердили на эфир. Взяли, суфлер вылетел. Что вы будете делать? Ну, возможно, ездить, какие-то новости собирать. Ну, все понятно. Нет, смотрите, вы в эфире. Вот сейчас вы в прямом эфире. Вылетает суфлер, его нет. Вот текст, который идет у вас на экране. Что вы будете делать? Что, эфир идет? Ну, рассказывать, возможно, новости, которые я уже знаю, которые случились. Наизусть, которые знаете, те и будете рассказывать. Ну, расскажу, какую сегодня новость. Ну, вот, например, вот вылетает сейчас суфлер. Следующая новость. Погнали, вот сидит режиссер. Что, что, как вы будете работать? Расскажите нам новость. Так сходу сказала, что готовы, может быть, другие еще какие-то вакансии. То есть ты хочешь хоть как закрепиться на телевидении? Ну, не знаю, но я вот работала ранее в рекламе. То есть также на телевидении, на Восточном Экспрессе и в Два ГИС. И продавала рекламу, как бы, ну, возможно, не знаю. Возможно, у меня как бы в этом плане получится. А для тебя вот то, что ты сюда попала, это случайность или это какой-то знак судьбы, что тебе надо поменять вектор в твоей жизни? Возможно, это знак судьбы. Ну, я так думаю. Потому что просто так все не бывает. И я как бы не телеведущая и не ведущая вообще, в принципе, опыта у меня нет в этом плане. И то, что меня позвали именно на эту должность, ну, кастинг пройти, попробовать, я думаю, что это все-таки знак судьбы. Да, все. Ну и выложили силы как? Не сто процентов? Нет. Я очень сильно волновалась. Спасибо большое. Да, все-таки, Денис. Или, может быть, отъеду на вообще сделанный план? Как думаешь? Итак, добрый день. Пожалуйста, представьтесь, ваша презентация. Меня зовут Михаил Белоусов. Мне 29 лет. Живу и работаю в своем любимом городе Челябинске. В сфере шоу-бизнеса, там, где я работаю, работаю уже 10 лет. 5 лет работал музыкантом. Сейчас так называемый шоумен, ведущий. Ну, вот и вся информация. Михаил, так зачем же вам новости? Ой, я обожаю. Мне очень нравится, как наш челябинец, мой земляк Павел Седов, идет на канале-конкуренте. Насмотрелся СТС и подумал, что рыжеволосый Мишка, ты же тоже так же может. Иди и добивайся своего. На ОТВ. Этот канал-то лучше. СТС, фу, вклиниваются в московское время. Позорники. Мы канал-правитель СВН. А я всегда люблю, когда есть надежный день. Михаил, давайте мы послушаем, как вы читаете новости. Я ждал камерных вопросов, Павел. Ну, погодите еще. Сейчас давайте послушать. Сейчас завалите меня на тексте и все. Работаем. Это время новостей на ОТВ. Здравствуйте, в эфире. Прошу прощения, в студии Михаил Белоусов. Михаил, вот сразу. Да. Только что Оксана сказала, мы серьезный канал, правительственный. Правительственный. Можно текст... Практически как первый канал для России. Все, серьезно, хорошо. Можно обратно? Он мигает, суфлер. Все? Сейчас, секунду. Это уже от меня звонят вам. Говорят, что Миша хороший. Возьмите его. Ну, а вот вы хотите работать у нас на канале. А вы наши новости смотрите? Смотрю, да. Какие, например, вот последние какие-то можете назвать? Какие-то новости? Но я не знаю, звучало ли это в эфире. Или я прочел на сайте, потому что на сайте я тоже скажу. Про Эльменку, то что вот у нас появятся маршрутки. И вот уже в ближайшие выходные же начнется Эльменский фестиваль на Горнолыжке в Солнечном доме. А какие вам новости нравятся? Новости, вот вы имеете в виду вообще? Вообще, да. Мне позитивные новости нравятся. Я сам по себе позитивный человек. Мне кажется, свой человек это вот про меня. А вот если бы вам дали шанс переделать эти новости, каким бы форматом из федеральных вы захотели их сделать? Вот какой это должен быть канал? Равнение. Равнение? Да. Все каналы хороши по-своему. Ну, наверное, за исключением НТВ они прям как-то все лихачей накажут. Это время новостей на... Нет, давайте более конкретно. Вот какие. Как канал там? Я вообще не волнуюсь. Я уже занес конверт главному редактору канала, так что... То есть вы думаете... Работа уже у меня в кармане. Все решает конверт? Все решает харизма, я думаю, что... И у кого больше харизма, больше профессионализма, я думаю, что... Ну, вот и вы работаете далеко не дураки. Это говорит о том, что мы здесь присутствуем. Поэтому я спокоен. Я спокоен за канал в целом. Я думаю, что сегодня победа, если сегодня будет решаться, победа достанется сильнейшему. Возможно, это буду я. Ребят, я не исключаю. Насколько вы выложились? Я выложился на полную катушку. Мне не о чем жалеть. Я спокоен, я доволен, я счастлив. А если меня еще и возьмут, я поставлю галочку. Вот у меня есть список счастья, да, и какой он должен быть, что должно быть для счастья. И если я пройду, я поставлю галочку. Если бы вам дали ведущие мне новостей о какой-то рубрике, какой бы вы... Наше утро мне нравится. Мне нравится такой формат. Мне нравится легкий формат на самом деле. Ну, новости... Наверное, где-то вот мне нужно играть в этом плане. Потому что, ну, серьезно. Играть серьезно. Очень много серьезностей. Нет, я могу быть серьезным. Убери камеру сейчас. Но зачем это? Я больше на позитив. Больше на позитив, на радость. Шутки за 300, это мое. Если что, придете еще? Обязательно приду. Мне нужны эфиры. Сейчас продюсеры, да, уже...